В Люберцах идет прививочная кампания против новой коронавирусной инфекции. В поликлинике городского округа поступила очередная партия вакцины российского производства «Спутник Ви». Кому в первую очередь стоит привиться и какие есть противопоказания? В сюжете Анны Троян. Коронавирус – это очень такое коварное заболевание. И я человек возрастной, и поэтому решила обезопаситься. К традиционной сезонной прививке от гриппа в этом году у Светланы Асаулы добавилась еще одна – от коронавируса. И если Светлану Витальевну на вакцинацию подвигло тесное общение с внуками, то сотрудницу ЖЭУ Елену Наумову, работа в тесном контакте с жителями, специально к прививке не готовилась, но следила за состоянием своего здоровья. Жила обычной жизнью, просто думала о том, что нужно поберечь себя и не заболеть. Это важно. Я понимаю, что это, в общем-то, новая вещь, это не те прививки, которые нам делали, начиная с рождения. Но это тоже прививка, значит, надо ее воспользоваться и защитить себя. Перед вакцинацией у Елены Наумовой взяли кровь на антитела к вирусу. Их наличие – противопоказания к прививке. У Люберчанки результат отрицательный. Поэтому последовал осмотр терапевта на основные показатели здоровья. После введения спутника ВИ в течение трех дней пациентов просят воздержаться от физических нагрузок, алкоголя и похода в парные. Что может быть после вакцинации? Покраснение припухлости на руке не пугает всех, нормальная реакция. Может быть температура. Приходите к нам через 21 день, повторная вакцина. Также осмотр врача, ИФА за 2-3 дня. Вакцину ГАМ-КОВИД-ВАК вводят дважды. Весь период становления вакцины в организме занимает 42 дня. Привиться от коронавируса могут все желающие в возрасте от 18 до 60 лет. Главное – не иметь для этого противопоказаний. Это, естественно, беременность и кормление грудью. Это если пациент болеет сейчас острыми респираторными заболеваниями, обострение хронических заболеваний. Если аллергической реакции нет, в ближайшие последние две недели пациент не болел, температуры не было. И вакцинацию тоже другую не проводил против других инфекций. То пациент направляется на вакцинацию. На сегодняшний день в округе иммунизировано почти тысяча человек. По распределению Министерства здравоохранения региона вакцина поступает в Люберецкий округ еженедельно. При вакцинации вырабатываются антитела, вырабатывается иммунитет к вирусу. То есть при возникновении заболевания защищает наш организм от возможных осложнений этого заболевания. Записаться на исследование на наличие антител коронавирусу можно через портал госуслуг, Единый медицинский колл-центр или в своей поликлинике. Сама вакцинация в Люберецком округе проходит по четырем адресам.